День добрый, с вами Смирнова Ирина. Сегодня мы рассмотрим, как можно быстро и легко создать слайд-шоу в PowerPoint 2010. Сначала надо подготовить фотографии, которые хотели бы вы выложить в своем слайд-шоу или рисунке. Для этого желательно создать папку на своем компьютере, куда бы вы вложили уже готовые фотографии. Желательно каждому изображению или рисунку дать соответствующее название. Итак, с чего мы начинаем? Мы заходим в PowerPoint, просим создать новую презентацию и переходим во вкладку вставка, фотоальбом. Открываем его. Если у нас с вами не создан еще фотоальбом, то у нас активная ссылка создать фотоальбом. Как только мы фотоальбом создадим, у нас станет активная ссылка изменить фотоальбом. Она нам понадобится для того, чтобы мы могли корректировать созданный уже альбом. Итак, создать фотоальбом. Здесь нам предлагают выбрать рисунки из определенных источников файла или диска. Заходим на свой компьютер и выбираем ту папку, которую мы подготовили. Я в данном случае беру просто образцы изображения. Выделяю изображение и кликаю вставить. У меня появляется возможность просмотра фотографии. Я могу просмотреть все фотографии, начиная с первой. Вот таким образом. Если мне понадобится какую-либо фотографию поменять местами, то я ее выделяю. Ну, например, вот этих пингвинов. Давайте мы переведем фотографию выше. Или вот этот замок опустим чуть ниже. Точно так же я могу удалить выделенную фотографию. Я могу изменить ее положение. Я могу отредактировать резкость и яркость. Дальше обратите внимание на то, что у нас параметры рисунка активны только все рисунки черно-белого. Поэтому первое, что мы должны выбрать с вами, это разметку рисунка. Или рисунок у нас будет вписан в слайд, вот так, как здесь показан. Или у меня будет показан один рисунок всего на слайде. Я могу выбрать, например, 4 рисунка на слайде. Они будут вот таким образом у меня отображаться. И обратите внимание сразу вот на эти чекбоксы. Они оба стали активнее. Я выбираю один рисунок. Он у меня получается вписанный в слайд, но с небольшим отступлением. Как бы в рамке. Поэтому я могу выбрать форму рамки. Вот сейчас эта форма прямоугольная. Я могу сделать скругленный прямоугольник. Я могу сделать комбинированную рамку. Например, черную. Вот такую. Но здесь все зависит от вашего творчества. Выбирайте то, что вам больше нравится. Я выбираю скругленный прямоугольник. Выбираю подписи под всеми рисунками. Если я здесь в чекбоксе поставлю галочку, то у меня под моими рисунками будет подпись. Причем каждый рисунок будет подписан так, как он назван в файле. Создать. И вот мы с вами видим наш фотоальбом. На каждом отдельном слайде показана фотография с той подписью, которая была дана файлу. Я могу эту надпись поменять. Прямо вот здесь. Например, вот эта гортензия. Я ее по-русски называю гортензия. Поработав так со всеми рисунками, перехожу к первому слайду. На первом слайде я могу сделать надпись, то есть назвать свой фотоальбом. Для этого я делаю следующее. Или я захожу в формат и выбираю, например, какой-то определенный формат текста. Или я захожу во вставку и выбираю определенный, например, готовый уже шрифт. Вот такой вот. Вот захожу в главную. Увеличиваю этот шрифт, например, до 72. И могу здесь поменять этот шрифт, ну как на какой-то определенный. Тот, который мне больше нравится. Ну, например, вот мой один из любимых шрифтов Impact. Опять же, все зависит от вашего воображения. Но обратите внимание на то, что вот первый слайд у нас не очень красивый. Поэтому мы можем сделать определенный фон нашему слайд-шоу. Правой кнопкой мыши я кликаю по слайду и выбираю формат фона. В формате фона я могу выбрать то, что мне больше по душе. Ну, например, я могу сделать сплошную заливку, выбрав цвет. Могу градиентную. Могу выбрать рисунок или текстуру. Например, давайте выберем вот такую текстуру. Ну, вот такую вот текстуру. И первый слайд у меня сразу меняется. Для того, чтобы применить эту текстуру ко всем слайдам, я нажимаю вот на эту кнопку. Применить ко всем слайдам. Но предварительно я могу поменять прозрачность фона. Ну, например, вот посветлее его сделать. Пишу применить ко всем. И видите, у меня все слайды становятся на таком сереньком фоне. Я могу выбрать картинку. Ну, давайте выберем вот такую картинку. И у меня сразу же поменялась картинка именно на первом слайде. Для того, чтобы распространить эту картинку на все остальные, как вы поняли, мне надо просто нажать кнопочку применить ко всем. Я могу загрузить рисунок из файла, кликнув вот на эту кнопку. Давайте выберем вот эту хризантему. Вставить. И видите, у меня встала хризантема на первый слайд. Я опять кликаю применить ко всем. Но то, что у меня на первом слайде будет такая же хризантема, как и на остальных слайдах, мне это не совсем нравится. Поэтому я выбираю опять картинку. выбираю вот эту вот картинку. И оставляю ее только на первом слайде. То есть не применяю ко всем. закрываю. Итак, работа с фоном моего слайд-шоу закончена. Теперь моя задача добавить сюда звук. Для этого я захожу вот в эту опцию звук и добавляю звук. Или я добавляю звук из файла со своего компьютера. Или записываю этот звук. Например, я захотела записать свой голос. Или я выбираю его из организатора клипов. Давайте зайдем в организатор клипов и выберем здесь звук. В организаторе клипов у нас много музыкальных всевозможных фрагментов. Я выбираю вот такой фрагмент романтический. 39 секунд она всего идет. Я его выделяю. И у меня появляется на первом слайде появляется вот такой значок добавления аудио и проигрыватель. Если я нажму вот на эту кнопку воспроизведения, то я услышу ту музыку, которую я хочу установить. Я согласилась с этой музыкой. Теперь моя задача настроить параметры этой музыки. Я выделяю значок. И обратите внимание, у меня появляется вкладка «Работа со звуком воспроизведения». Формат воспроизведения. В этой вкладке я выбираю чекбоксик «Скрыть при показе». Если я здесь поставлю галочку, то вот этот значок у меня показан не будет. Как начать музыку? Я прошу начать автоматически, чтобы она играла непрерывно. Чтобы, если она закончится, то есть если у меня будет слайд-шоу моё длиннее 39 секунд, чтобы этот фрагмент начинался заново. Использовать для всех слайдов. Итак, давайте посмотрим, что у нас получилось. И так далее. Теперь, вы как видите, смена слайдов идёт пока ещё только по щелчку кнопкой мыши. Для того, чтобы у меня показ слайдов был интересный, я использую вкладку «Переходы». Ну, например, здесь, в этой вкладке «Фотоальбом» я выбираю «Появление». Во второй вкладке я выбираю «Проявление», «Открывание». Так, выделяя каждый слайд, я выбираю определённые какие-то переходы. Ну, например, вот такой переход. Вот такой переход. Взмах. Вот такой переход. Ну и последнее сделаем «Открывание». Итак, выбрав определённые переходы, теперь моя задача ещё раз просмотреть, что у меня получилось. Я по щелчку. Просматриваю все переходы. Мне всё понравилось. Теперь моя задача сформировать слайд-шоу по времени. Для этого я делаю следующее. Я захожу в «Показ слайдов» и вот здесь нахожу кнопочку, которая называется «Запись показа слайдов». Я выбираю «Начать запись с первого слайда». Появляется дополнительное окно, где я делаю выбор. Запись сделать с временем показа слайда и анимации, с речевым сопровождением и лазерной указкой. Я выбираю просто время показа слайда и анимации. Кликаю кнопку «Начать запись». Для того, чтобы понять, что мы делаем, я запись приостановила, нажав вот на эту кнопочку. Обратите внимание, что вот здесь появляется вот такое окно. Вот этой стрелкой вы будете перелистывать слайды. Здесь у вас будет показано, сколько слайд демонстрировался по времени в секундах. Здесь показано время, общее время всего слайд-шоу. Это кнопка возврата на предыдущий слайд. Значит, для того, чтобы у вас прошла запись очень аккуратно, красиво и четко, ваша задача – просматривать время и делать перелистывание. При каждом перелистывании у вас будет отображаться все переходы. И эта запись будет потом очень хорошо, четко и просто демонстрироваться. Если бы вы во втором чекбоксе поставили галочку, то вы могли бы здесь показывать указкой лазерной некоторые моменты, например, на таких сложных каких-то презентациях учебных. И сопровождать это все голосом. Мы делаем простое слайд-шоу, поэтому я просто продолжаю запись. Субтитры создавал DimaTorzok Все, наше шоу создано, записано. Мы только кликаем на кнопку «Да», чтобы его сохранить. Теперь наша задача такая. Мы заходим в файл, пишем «Сохранить как» и даем название, но я оставляю фотоальбом. Сохранить. Теперь я закрываю PowerPoint, захожу в проводник и открываю презентацию под названием «Фотоальбом». Обратите внимание, что у меня открылось. Вот для того, чтобы сделать запись этого слайд-шоу, а запись нам надо сделать обязательно. Почему? Потому что мы должны потом слайд-шоу записать в Камтазии Студио, выложить на Ютубе или в каком-то видеохранилище, для того, чтобы позже мы могли просто на этот слайд-шоу давать ссылку. Так вот, после того, как вы сохранили готовое слайд-шоу и вышли вот на такой интерфейс, ваша задача – открыть Камтазия Студио, приготовиться к записи и как только вы будете готовы, просто нажать вот на эту опцию «Показ с началом». Я не буду показывать весь слайд-шоу до конца. Я надеюсь, что вам понятно, как можно быстро, просто и легко создать вот такое незамысловатое, но очень приятное при воспроизведении слайд-шоу. Всего доброго. С вами была Смирнова Ирина. До новых встреч.